К нашему эфиру уже присоединился Валерий Рябых, военный эксперт. Валерий, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Валерий, в начале сегодняшнего вечернего эфира мы уже информировали наших зрителей о том, что в Крыму уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300 «Триумф», и о том, что это уже подтвержденная информация. И вот также была информация о том, что это достаточно болезненный удар по системе ПВО противника, да и вообще это сложно восполнимая для них потеря, хотя бы потому, что таких комплексов у них достаточно мало. Хотелось бы начать с вами разговор с того, что же это за комплекс. Такой, чтобы вы приблизительно рассказали действительно ценность этого самого «Триумфа» С-400, уже уничтоженного для наших оккупантов, для нашего противника, точнее. Да, ну, хочу уточнить, это комплекс С-400 «Триумфа», и это самый современный комплекс дальнего радиуса действия, который есть на вооружении оккупантов. И, конечно же, он играл огромную роль в прикрытии крымской группировки войск, также в прикрытии Черноморского флота. И поэтому сейчас, ну, можно сказать, это невосполнимая потеря, и та потеря, которая не может быть замещена очень быстро. Ну и, кроме того, вот подобный удар, когда был уничтожен именно комплекс противовоздушной обороны, который и должен защищать противника от различного воздействия огневого со стороны вооруженной силы Украины, ну, конечно же, это и в имиджевом плане не играет на пользу российской военщины и российской оборонной промышленности. Это значит, что все-таки не такой этот комплекс, как указывается в рекламных проспектах, и нужно отметить, что основную свою задачу этот комплекс не выполнил, и прежде всего он не смог защитить даже себя. Такие комплексы предлагаются Российской Федерации на внешних рынках. Они составляли одну из основных частей дохода агрессора от продаж вооружений на международном рынке. И, конечно же, после вот подобного успешного удара по этому комплексу не только противовоздушная оборона Крыма потеряла многое, а тут следует также ожидать и продолжения дальнейших ударов, используя вот эту брешью противовоздушной обороны. Но, конечно же, пострадала и репутация Российской Федерации как поставщика качественных вооружений на международном рынке. А мы имеем такую информацию, где эти триумфы еще могут находиться, где они еще могут их использовать в войне против Украины? Ну, дело в том, что основная часть этих триумфов, она сосредоточена в центральных регионах, и прежде всего является одной из составляющих частей так называемой системы противовоздушной и противоракетной обороны Москвы. И сейчас еще противник работает над насыщением этой системы подобными системами, которые, по сути дела, как заявляют российские производители, не имеют, как обычно, аналогов, и были предназначены, прежде всего, для противодействия ракетным атакам. И то, что вот подобный комплекс сам получил поражение, это, прежде всего, свидетельство того, что, ну, скажем, не все те ставки были сделаны российским военным руководством, добротно, и что нужно задумываться о более серьезных последствиях вот данного уничтожения комплекса С-400, потому что, еще раз повторюсь, само уничтожение комплекса, который должен прикрывать другие войска и другие объекты от нападения воздушного противника, ну, это говорит все же о неэффективности подобной системы. И это, конечно же, вот нужно еще вспомнить, что вот подобный комплекс ранее был закупленной Турцией, который стал яблоком раздора в том числе и Соединенными Штатами. И тут нужно отметить, ну, что сейчас многие на международном рынке также задумываются, кто хотел инвестировать или уже инвестировал в подобные системы, насколько, ну, скажем, неправильным был этот шаг. Поэтому перспективы, скажем так, дальнейшего использования вот этого удара и последствий, вернее, для страны-агрессора, они являются более долгоиграющими и будут отображаться не только на поле боя, но и в казне государства-агрессора, что, ну, скажем так, на руку вооруженным силам Украины и именно и благодаря вооруженным силам Украины. Вот если мы говорили сейчас о неэффективности российской противовоздушной обороны в Крыму, то давайте сейчас поговорим об эффективности украинских ударов по Крыму, в частности, по Чангарским мостам, Геническую, которые соединяют Крым с материковой частью Украины. И когда была уничтожена логистика армии Российской Федерации, об этом говорили британские разведчики, ну, то есть сейчас получается так, что логистика усложняется, какие пути возможны теперь доставки вооружения с уже напичканного вооружением Крыма на юг, в частности, и насколько может этому противостоять украинские дальнобойные, в частности, ракеты? Валерий? У нас временно прервалась связь с Валерием, но мы сейчас ее будем восстанавливать для того, чтобы все-таки этот разговор продолжить, а пока что я напомню, что действительно тут, получается, прозвучал огромный привет и жителям Москвы, у нас не так давно в эфире были даже блиц-опросы о том, как москвичи относятся к периодически таким вот необычным прилетам в столицу. Валерий, вы уже с нами? Ну, пока Валерий подключается. Так вот, вот эта ситуация с триумфом, я думаю, действительно должна... Ну, триумфально, плюс ко всему, что нужно дополнить, что это как бы такое яркое начало третьего саммита Крымской платформы ознаменовалось этим фейерверком. Ну, пока у нас нет связи, мы будем продолжать. Да, еще я хочу обратить внимание на то, что те страны и компании, которые закупали у России также эти системы ПВО, также получили для себя не очень приятную новость. Валерий, вы снова с нами. Валерий, слышите нас? Да, да, я слышу вас, как вы меня слышите. Отлично, вас слышим. Вам нужно повторить вопрос? Или вы услышали? Да, пожалуйста. Я повторюсь, давайте поговорим об эффективности украинской дальнобойной артиллерии, в частности, ракет дальнего действия, в плане контроля. Как говорили, нет такого места, как говорили наши военные, нет такого места в Крыму, куда бы не могли достать наши ракеты. Так вот, через Чонгар и Геническ давайте поговорим об эффективности наших ударов по объектам военным в Крыму. Ну, сейчас мы видим, что проводятся операции подготовки поля боя, и, конечно же, основным объектом удара являются объекты логистики и так называемые ГЛОК, наземные линии коммуникации противника. И тут нужно сказать, что противник очень уязвим в этом плане, и удары по мостам в районе Чонгара показали, что противник не может обеспечить прикрытие. И вот если уже говорить там, допустим, о том же уничтожении самого комплекса С-400, то системы, скажем так, более низового уровня, они также не всегда являются эффективными. И тут нужно отметить, что в арсенале вооруженных сил Украины есть достаточно эффективные средства поражения на дальней дистанции. В частности, это те же ракеты «Штормшедо» и «Скальп Эгэм», поставленные «Штормшедо» в Великобритании, «Скальп», поставленные Францией. И вот именно мосты на Чангарском перешейке были, также в том числе уничтожались с применением вот этих ракет. И сейчас рука, скажем так, та возмездие, которую имеют вооруженные силы Украины, она становится все длиннее. И вот данные, скажем, удары, они отмечаются не только по наземным линиям коммуникаций. Следует вспомнить также и удары, успешные по Керченскому мосту, а также по линиям коммуникаций морским. В частности, уничтожение большого десантного корабля «Ленигорский горняк» на рейде «Новороссийском», а также поражение танкера «Зик», который также является военным объектом. Это все показывает возможности вооруженных сил Украины и, ну, скажем так, шире сил обороны Украины по прерыванию логистики противника. И тут, скажем так, этот процесс будет продолжаться. Если говорить, допустим, вот по морским коммуникациям, то на данный момент из 14 сосредоточенных на Черном море десантных кораблей сейчас силами обороны Украины были выведены из строя или уничтожены более трети этого корабельного состава, в частности, пять десантных кораблей. Ну и наряду с прерыванием линий сообщений в сухопутном коридоре это позволит в ближайшем будущем сделать из Крыма остров. Ну и, конечно же, вот подобные действия далее будут влиять на принятие решения оккупантам, что дальше делать с подобной ситуацией. А то, что был поражен и вот тот же комплекс С-400, также говорит о возможностях увеличивающихся Украины по контролю также и воздушных перевозок над островом Крым. Я хотела бы поговорить об еще одном инструменте воздействия со стороны России. Это пропаганда, а еще больше это введение в заблуждение. Неправдивая информация попросту. Заявление российских оккупантов об уничтожении украинского быстроходного катера в Черном море оказалось фейком. Как рассказала начальник Объединенного пресс-центра силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, армия противника действительно скинула одну управляемую бомбу возле острова Змеиной, но ни одной цели не поразило. К тому же сразу после атаки самолеты России поспешно ретировались, поскольку в этом районе российское ПВО не способны гарантировать безопасность бомбардировщикам. Но мы уже убедили, что не только в этом районе, но об этом уже поговорили. Давайте услышим цитату и продолжим. Здесь интересно, ведь действительно в военной стратегии есть также такие положения, как психологическое воздействие на население и так далее. И, возможно, фейковые новости отчасти также являются вот той самой стратегией, одним из пунктов стратегии. Каким образом такие новости могут воздействовать на самом деле? Ведь опровергнуть их действительно не так уж и сложно, и на это нужно не так много времени. Для чего вообще это происходит? Потому что, как по мне, это только еще больше дискредитирует и российскую армию, и любые источники информации со стороны России. Ну, нужно отметить, что подобная информация, она распространяется, скажем, с несколькими целями. И прежде всего, я вот предполагаю, что подобные новости, они больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию. И, скажем, основным назначением является поднять боевой дух, показать, что военно-морской флот Российской Федерации еще на что-то способен. Это особенно актуально для оккупантов после вот тех успешных ударов, которые показали силы обороны Украины, в частности, служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами Украины, которые провели ряд успешных действий на Черном море. В частности, вот как раз это касается и удара по Керченскому мосту, и по поражению двух больших и важных морских целей в виде большого десантного корабля «Ленигорский горняк» и танкера «ЗИК». И, конечно же, в этих условиях противник использует вот подобные вещи. Что касается возможного воздействия на население Украины, то, конечно, нужно отметить, что за полтора года широкомасштабной войны сейчас достаточно трудно для противника это делать, потому что появился определенный иммунитет украинского общества, и просто так на веру подобным новостям веры не имет. И нужно отметить, что это достаточно распространенная практика, когда противник выдумывает подобные события, и вот буквально на этой неделе также был отмечен случай, когда на одном из направлений противник, скажем так, снял видео и распространил его с идеей о том, что был уничтожен украинский танк Т-55С, который был поставлен нашими партнерами. Но в результате вот анализ подобного видео показал, что это было видео подрыва танка Т-90 «Прорыв». И нужно сказать, что реально этот танк был поражен тем же хваленым российским «Ланцетом», и выходит, что они сами уничтожили свой танк. Ну, поэтому могли быть причины, что, возможно, не было возможности эвакуации, но далее пошла пропаганда, которая решила вот этот ролик представить, скорее всего, опять же, для достижения цели влияния на собственное население, о успешных действиях собственных войск, и его представили как поражение украинского танка. Но сейчас, в принципе, нет проблем идентификации того или иного видео. Конечно же, вот подобные вбросы, как и с поражением якобы украинского катера в Черном море, ну и вот подобный случай, который я сказал, с поражением собственного танка Т-90 «Прорыв» и желанием выдать его за украинский танк М-55С, это все же рассчитано на, скажем, низкотребовательную аудиторию. Но сейчас вот украинская аудитория такой уже не является. И поэтому я предполагаю, что более вот подобные вбросы, они рассчитываются на внутреннюю аудиторию. Мы поговорим о последних событиях на фронте, в частности, на юге. Украинские военные в районе Работино на Запорожском направлении приближаются ко второй линии обороны россиян. Она может быть гораздо слабее первой. Об этом говорят аналитики Института изучения войны. Они заметили, что никакого прибытия каких-либо новых соединений или частей армии России в западную часть области, за исключением боковой переброски частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона «Ахмат-Юг» не замечено. Сейчас будет цитата, далее обсудим этот вопрос. Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные горизонтальные переброски в западную часть Запорожской области и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что она может быть значительно менее защищена. Из отчета Института изучения войны. Так вот, хотелось бы услышать ваше мнение. Аналитики Института изучения войны говорят, что она мало защищена. Как вы думаете, так ли это и с чем может столкнуться украинская армия на уже второй линии обороны на юге? Первая линия обороны, это так называемая полоса обеспечения, действительно является наиболее укрепленной в инженерном отношении. И здесь вот мы видим, что украинские войска прошли гремучую смесь из инженерных заграждений различных типов, и которые были очень густо минированы как непосредственно постановкой минных полей, так и дистанционным минированием, и находили участки, где мины располагались с плотностью от 8 до 5 мин на квадратный метр. Причем это комбинированное минирование, когда минируются и местности противотанковыми минами, и противопехотными, что утрудняет как прохождение подобных минных полей, так и, скажем, их разминирование. То вторая линия обороны, она уже более, скажем, имеет инженерные заграждения различные, в том числе вот те же пирамиды. И на второй линии уже в силу объективных причин минирование не такое плотное, потому что противнику самому нужно перемещаться через эти линии для обеспечения первой линии. И поэтому вот сейчас, скажем так, не будет легко, но, как отмечают и сами военные, что основной, наиболее тяжелый участок сейчас может быть пройден. Вот привлекает внимание то, что, как отмечается в докладе Института изучения войны, вот эти вот переброски осуществляются именно по флангу, это больше говорит об отсутствии уже реальных резервов и противнику для того, чтобы, скажем так, перекрыть вот то угрожающее направление, где вооруженные силы Украины сейчас усиливают натиск с целью прорыва обороны противника. Они вынуждены снимать войска с соседних направлений и в пожарном порядке перекидывать их как раз вот на вот эти угрожающие участки. И это в большой степени говорит о том, что серьезных резервов для реагирования на подобные ситуации у противника нет. И здесь, конечно же, нужно отметить, что противник также не достиг результатов, введя в бой, скажем так, дополнительные силы на востоке Украины с целью отвлечь внимание и резервы вооруженных сил Украины. Но сейчас, вот растянув эту линию боевых действий на широком фронте, противник сам страдает об отсутствии резервов. Поэтому сейчас ближайшие две недели могут быть решительными, и мы можем в ближайшее время увидеть значительное изменение линии соприкосновения. Валерий, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Действительно, очень интересно вышло у нас сегодня с вами побеседовать. Напомню зрителям, что Валерий Рябых, военный эксперт, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Продолжение следует...